Ну наконец-то, я уже заждался, когда ты сделаешь обзор Кто беспокоится за безопасность своих устройств Чтоб вы хоть как-то понимали, что тут реально есть звуки в лаунчере Привет, друзья, с вами Баннер И сегодня мы наконец-то сделаем обзор на Frog Launcher 2 Ну наконец-то, я уже заждался, когда ты сделаешь обзор на мой лаунчер Илья, может ты сам расскажешь немного о своём продукте? На самом деле у меня уже есть видео про Frog Launcher 2 на моём канале Ребята, вы можете посмотреть его по ссылке в описании Отлично! Друзья, не забудьте заглянуть в описании Там вы найдёте ещё одно видео про лаунчер А мы начинаем наш обзорчик Но сначала дисклеймер Я часто упоминал Frog Launcher 2, но ещё не показываю его вживую Прежде чем мы приступим к полному обзору Хочу успокоить тех, кто беспокоится за безопасность своих устройств Лаунчер полностью открытый Его исходный код доступен на Китхабе Так что можно не бояться вирусов А, ну ещё нормальные переводы Я ещё не обновлял до конца переводы снова Если у вас возникнут вопросы, всегда можно обратиться к разработчику напрямую Либо через Китхаб, либо через Дискорд Он почти всегда на связи, наверное Ну и начнём с самого главного А именно установка самого лаунчера Вы можете выбрать два способа Первый, это через сайт Но есть и более надёжный способ Это через Китхаб Там вы входите в вкладочку релиз И оттуда вы скачете последнюю версию После скачения вас будет встречать установщик Но я о нём позже расскажу И ещё одна важная деталь Что тут есть такая штука, как смарт-скрин Если кто использует из вас Windows Помните, что это х** Она влияет только на репетиторию Китхаба Только потому, что её мало известно Она не знает, что оно такое И поэтому она блокирует Но вы можете это продолжить А ещё тут звука Ну, звуки есть, но на записи их нет Ладно, но я их наваживаю Чтоб вы хоть как-то понимали, что тут реально есть звуки в лаунчере И это здорово А ещё для вас есть небольшая пасхалочка Если навестить на эту жапу Будет звук Это всё, да Ладно, начинаем Во-первых, что нам встречает, это новости Тут есть новости об этом самом лаунчере Мы сделали систем скинов Если вы не знали Ну, вы можете изучить сами лично об этих новостях И узнать, что тут такого вообще тут Здоровоинского с Дэвона А вот настройки Это вам интереснее Итак, главный цвет Вы можете поставить главный цвет прям любой-любой-любой-любой-любой Прям любейший И также можете отключить эссэффекты Или отключить анимации Ну, вот эти анимации Чтоб они такие сильно не влияли Также есть языки лаунчера То есть есть китайский, немецкий, английский, русский и украинский Если будут какие-то вопросы по языку Знаете, перевод немного голимый Но я это в будущем исправлю Это как раз ко мне делишки В плане перевода Игровой процесс Вот тут уже интереснее Автоматически установить зависимость для мода Если, например, вы скачиваете Например, вы скачиваете мод Но ему нужна какая-то зависимость Например, фабрик API Берёте, скачиваете сам мод И фабрик API уже автоматически должен скачиваться Но это до этого не происходит Но это пока всё же экспериментально Но уже интересно Также вы можете выбрать открыт консоль Вы и так читать умеете? Ладно, я не буду рассказывать Параметры запуска Вот тут будет папка для хранения ваших файлов для игры Ничего интересного знаю А вот дальше Полное разделение версии Опять это экспериментально Всё, что экспериментально Значит, оно не факт, что работает Короче, вы можете разделить версии Вот так вот Ну, иногда ваунчеры создают папку Inside Что более логичнее Но тут он создаёт папку Home И всё Так удобнее будет И вам легче будет разобраться, что где и как находится И фикс сетевой игры Если кто из вас использует систему Yolibuy Я вас немного порадую Что этот фикс реально исправляет ошибку Тех, кто играет также на версии 1.16.5 Могли обратить внимание на этот экран Знаете, этот фикс тоже всё исправляет Спасибо, Илья Признавайся, где ты украл фикс? Параметры джавы Он может за вас установить автоматически джаву Но помните Если вы не знаете, где установить джаву Или не доверяете вдруг лаунчеру Есть репозитория на китхабе Где там подробно рассказано о каждом сайте Где вы можете скачать отдельно джаву И отдельно её установить Дальше система модпаков Тут вы можете либо установить Либо создать Либо импортировать Но импортировать у вас есть два варианта Либо через zip Либо никак А дальше вкладка сервера Я не буду туда переходить Мне никто не платил за рекламу Всё ж таки И вот тут у меня больше всего есть придирание Вот, запустил я Дело в том, там было совершенно немного по-другому Кстати, нельзя удалить, к сожалению, локальный аккаунт А, да это вообще его не было Объясняю Тут был просто без моего аккаунта Но был большой квадрат Хотелось бы, чтобы было немного по-другому Например, для новичков Когда вообще нет ни одного аккаунта Чтобы оно высвечивалось по центру И показывало такую систему, как Microsoft Offline, Yolibuy И систему Frog Launcher Ну, Frog Skins Но я буду называть Frog Launcher Ладно И так же самое я бы хотел, чтобы и Frog Launcher Это было всё ж таки Но, чтобы оно выделяло То есть, для новичков Чтобы оно было в центре, внимание А не сбоку А уже сбоку, когда у кого-то будет хоть какой-то аккаунт Да ладно, пусть таки остаётся Вот мы и рассмотрели лаунчер Уверен, вам интересно узнать моё мнение Что оценка у каждого может быть разной Но я бы поставил этому лаунчеру 8 из 10 Основная проблема в установщике Илья, попробуй сделать лаунчер более прямолинейным в использовании Можешь взять примеру XMCL, HMCL или LexPoint Вот тебе пример, как это хочу я бы увидеть Если это возможно, конечно же Думаю, пользователям будет удобнее сразу запускать сам этот лаунчер И уже там всё и настроить Вместо того, чтобы устанавливать Лежать пока он установится Можно, конечно, через 7-Zip всё вытянуть Но, думаю, прямолинейная установка будет лучше Есть некоторые баги Но рады, что Илья оперативно на них реагирует То же самое касается и новых идей Надеюсь, в будущем лаунчер станет ещё лучше Спасибо, что вы были со мной До встречи, до новых приключений Отлично С этим видео покончено Теперь можно приступить к следующему проекту В следующем моём списке Скоро я смогу представить тебя миру Мой дорогой друг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok